Приветствую, друзья! На наших глазах единственным содержанием политической повестки становятся репрессии против оппозиции. Арест Навального и Пивоварова, задержание Гудкова, ФБК, объявленные экстремистами, открытка нежелательными, Медуза и Витаймс иноагентами, обыски, задержания, уголовные дела, суды, других новостей практически не осталось. Мы с вами прекрасно понимаем, что все разговоры о несистемных политиках, о независимых от властей медиа, как о врагах, которые борются с Россией на деньги ЦРУ, это фейк. Это неправда, что дела сфабрикованы, обвинения высосаны из пальца, а доказательства сфальсифицированы. Мы понимаем, но многие наши сограждане верят. Ну, по телевизору же сказали. Навальный работает, конечно, под прикрытием и под непосредственным руководством иностранных спецслужб. Да как вы докажете, что это вранье и фейк? Вот это ваше оценочное осуждение. Доказательства, конечно, есть. Но они косвенные и сложные для неюристов. Несостыковки в деле, неправильная квалификация, искусственная криминализация. Во-первых, это действительно сложно для понимания. Во-вторых, это же может быть списано на ошибки исполнителей, а не на злой ум и все. Прямые доказательства намеренных фальсификаций получить очень сложно. А понять, кто и как дела фабрикуют, еще сложнее. Но проект-досье сумел это сделать. Знакомьтесь. Вадим Майоров, внештатный сотрудник ФСБ. Человек, который сначала участвовал в организации дел артподготовки, а потом раскаялся и раскрыл, как ФСБ создает политические уголовные дела из ничего. Всем нужно было громкое политическое дело. Как и сотрудникам ФСБ и так далее, так и эшникам, да и всем вообще, в принципе. Все все понимали, допустим, что Мальцев не организует никакую революцию. Просто устроить громкое политическое дело, чтобы было другими повадно. Скажем, мера запугивания, что посмотрите, то есть если вы пойдете против власти, будет именно вот так вот. Движение артподготовка выросло из ютуб-канала Вячеслава Мальцева с таким же названием. Мальцев делал регулярные и популярные стримы на своем канале, обещал сторонникам революцию. Революция была намечена на конкретный день, 5 ноября 2017 года, через 100 лет после Великой Октябрьской. В назначенный день, конечно, ничего не произошло, да и не могло произойти, потому что никакого плана насильственного свержения власти у членов артподготовки не было. Однако несколько человек в результате были арестованы и приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Имеющиеся в нашем распоряжении показания Вадима Майорова доказывают, что на самом деле это дело было сфабриковано ФСБ. Почему это так важно? Ну, первое, это железобетонное доказательство. Живой человек с документами, который готов от своего имени и под видеозапись давать показания. Тут уж не получается отделаться обычной пропагандистской отговоркой про нарисованное в интернете. Это просто компиляция, это монтаж. Второе. На примере с артподготовкой мы видим приемы технологий, главное, границы дозволенного для спецслужб. Опять же, часто приходится слышать. Ну, не могли же органы все выдумать на пустом месте. Знаете, что-то было. Так вот, теперь мы видим, могли выдумать и выдумали. В деле артподготовки мы можем это доказать. В историю с артподготовкой внештатный сотрудник ФСБ Вадим Майоров попал в значительной степени случайно. Майоров жил и работал в набережных Челнах и занимался в основном организованной преступностью. Работы очень много, вы должны понять. Представляете, допустим, почему у нас там 4 группировки. Ты должен со всеми общаться. И должен понимать, кто чем занимается, у кого есть какое оружие, кто на чем зарабатывает. Но среди знакомых его жены оказалась Надежда Белова, на тот момент соратница Мальцева. Дело было очень громкое. И поэтому всем хотелось отличиться, участвовать, получить медальки, заслуги. Вот как бы вот так вот. Ну, все решалось там на уровне генералов. Майоров перешел в подчинение центральному аппарату ФСБ и стал заниматься уже не бандитами, а революционерами. Впрочем, достаточно быстро Майоров выяснил, что никакого реального плана революции у артподготовки нет. Никто не собирается совершать вооруженное восстание, на самом деле не знает, как это делать. На самом деле, мне кажется, ребята не понимали, куда они приехали и зачем. То есть у них было такое абстрактное какое-то представление, что некая революция должна случиться, и Мальцев ее сделает, революцию, то есть и так далее. Они там будут где-то там с края сбоку. То есть по ихнему представлению там выйдет просто огромнейшая масса людей, и как-то вот революция сама по себе у них происходит. Казалось бы, ну очевидная ситуация. Внедрили агента, выяснили, что криминальных планов нет, посмеялись и переключились обратно на настоящих бандитов. Но нет. В своих мечтах ФСБшники уже прикрутили себе новые звезды за заблочение заговора против царя. Но что делать, если восстание-то нет? А ведь предотвратить-то его хочется. Результат – надо имитировать революцию самим. Я об этом тоже докладывал. Я говорю, ну слушай, все, как бы отказались, не придется людей сажать, арестовывать. Люди одумались, вот и так далее. Но нет. Уже, то есть машина была запущена. То есть доложили уже наверх генералу, генерал там уже санкционировал там арест. И все, все, машина была уже запущена, уже деваться было некуда. В соответствии с заданием, Майоров постоянно инициирует разговоры об оружии и коктейлях Молотова. Закончилось это тем, что бутылки с бензином были куплены на деньги ФСБ, поскольку у самих революционеров денег не оказалось. Фактически это была провокация ФСБ. Иванов загорелся, и он пошел как раз вот купил те самые бутылки бензина. Кстати, это было куплено на деньги ФСБ. В прямом смысле этого слова. Почему? Потому что мне начальство выделило на командировку 30 тысяч. Вот. То есть мне Леша сказал, дай ему денег, пускай там сходит купит. ФСБшное начальство настаивало, что для правдоподобия в бутылках обязательно должны быть запалы. Но даже с помощью ФСБшников сделать полноценные коктейли Молотова у членов артподготовки не получилось. С Ивановым. То есть он залил как раз масло, смешал с бензином. И технически это не коктейль Молотова. Это не взрывоопасная смесь. Что в результате? Есть некая группа людей, недовольных положением в стране и мечтающих о революции. Но недовольства и мечты, они еще пока не подсудны даже по нынешнему законодательству. Тогда в эту группу внедряется агент ФСБ. Он инициирует разговоры об оружии, наводит на идею о коктейлях Молотова и даже сам дает деньги на покупку бензина. Зажигательная смесь у революционеров все равно не получается, но их арестовывают и пытают. И на юридическом, и на человеческом языке это называется провокацией. Такое дело просто обязательно должно рассыпаться в суде. Оно не рассыпается. Задержанные члены артподготовки получили серьезные сроки. А как же оно выстояло? Когда я вернулся в Челны, встретившись со своим начальником, естественно, должен был написать доклад о том, что происходило в Москве, как прошла операция и так далее. То есть все в подробностях я должен был сдать отчет именно в Челнинское управление. И мы тогда с ним обсуждали, что это не методы работы. Почему? Потому что пытки плюс вот эти вот коктейли Молотова, я их даже не буду называть коктейли Молотова, впоследствии буду называть бутылки с бензином. На этом не должны строиться уголовные дела. То есть это как бы неправильно. Конечно неправильно. Сначала идет провокация преступления. Когда эта провокация не срабатывает, то сами ФСБшники это преступление и фальсифицируют. Затем следователь пишет показания за свидетелей. Зашел ко мне, то есть в кабинет, сказал, слушай, я сам все заполню. То есть твои показания, которые ты даешь, не пойдут, мне как бы нужны другие показания. Я удивился такой, думаю, ну ладно. И получается Салихов просто выдумал их. То есть что там озеро, к примеру, по показаниям идет и берет эти коктейли. То есть он не делал этого. А потом весь этот фальшак идет в суд. В суде тайные свидетели, а на самом деле сотрудники ФСБ, зачитывают показания, написанные следователем на основании улик, сфабрикованных ФСБшниками. Ну я офигел от просто масштаба, то есть поддела на свидетельские показания. То есть что я смотрю, а там все сидят, все сотрудники ФСБ. То есть ты так вот сидишь и думаешь, да, вот так как бы судебная система устроена. Меня удивило то, что они даже не знают своих показаний. То есть больше всего. То есть им просто как бы сидит с ними вместе Леша, да, и как бы свидетели допрашиваются по очереди. Вот. И, грубо говоря, он читает, а он даже, то есть, ну, не понимает этих показаний. Он, возможно, этих людей даже никогда не видел. Он даже с ними не знаком. Вот. И он как бы читает, он вообще не понимает, что он делает, даже не осознает. То есть ему пофига. Их посадили ребят, сотрудники ФСБ были довольны. Прокурор был доволен. Вот. Судья был тоже доволен. А еще поразило циничность судьи. То есть если у того судьи еще хоть, ну, по Озерову хоть капля была совести, хоть чуть-чуть ее присутствие, но просто из-за того, что как бы страх и давление перед ФСБ, вот, он как бы пошел на преступление, да, судья. Вот. То этому было вообще откровенно все равно. То есть и он зашел, и я помню, как раз он зашел, получается, были в кабинете только я и Леша. Вот. И он зашел, говорит, слушай, Леш, зачитай побыстрее показания, мне уже не надо, я опоздаю. И вот на основании уже таких оперативных действий, улик, следствия и, позволим себе сказать, суда, люди получают по 10-13 лет. Ты понимаешь, что люди ничего не виновны, и чувствуешь себя в этот момент, ну, скажем, уродом, который в этом участвует, да, но ничего не можешь сделать. Ты такой же беспомощный, как и, в принципе, многие другие, потому что ты такой вот маленький винтик, который крутится в системе. Все это звучит одновременно и ужасно, и обыденно. Спецслужба, которая должна защищать страну от настоящих врагов и террористов, превратилась в крупнейшую в стране банду. ФСБшники сами придумывают преступления, фабрикуют улики, изображают свидетелей, диктуют приговоры и отправляют людей в тюрьму на долгие годы. И все это поставлено на поток. Нету законов спецслужбы, что мы можем дать *** кому угодно, а нам может дать *** только директор ФСБ. Закон о спецслужбе на самом деле, конечно, есть, но он не работает и не может работать в нынешней обстановке. Над Федеральной службой безопасности нет никакого институционального контроля. А есть контроль только личный. Поэтому и обслуживает ФСБ не государственные интересы, не интересы общества, а личные, путинские. И это единственный его интерес. Сохранение власти, борьба против всех неподконтрольных политических сил. Вот, собственно говоря, поэтому ФСБ и придумывает уголовные дела, фабрикует улики, фабрикует показания. Ее сотрудники сами выступают свидетелями и сами же диктуют судьям приговоры. Мы все знали это и раньше. Но расследование досье доказывает это уже в юридическом смысле. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливого! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!